Дальше у нас следующий будет пункт не совсем по порядку, но расскажу про эту сначала вещь в первую очередь. Нажимаем про подключение SD. Тут, конечно, очень много текста сбоку, но смысл какой? У нас добавился пункт «Использовать режим 2SD». Этот режим позволяет одновременно на одной SD-карте хранить и штатные карты, и Яндекс.Карты. Для этого, конечно же, надо будет разбить SD-карточку специальным способом на два активных тома основных. Это можно сделать в Windows 10, либо для этого использовать стороннюю программу. Но смысл заключается в том, что его надо сделать в два тома. Первый том размером примерно 20 ГБ, чтобы туда влезли штатные карты. Все остальные, ну и остальное место под Яндекс.Карты можно оставить. Это останется там 8-10 ГБ, в зависимости от карточки. Карточку лучше всего использовать, если вы не используете штатную, то достаточно хорошего качества, а не покупайте дешевые, потому что это все ломается. В машине на перепаде температур не выдерживает. Уже много раз было. Папки на SD-карте создавать никакие не надо. Нужно только создать тома, вставить карточку сюда, в слот, и нажать кнопочку использовать, галочку вот эту использовать, режим 2XSD. После этого произойдет монтирование, соответственно, отключается в любом случае автоматическое монтирование и подключается обычное одноразовое. Мы проверяем, прошло успешно, значит все хорошо. Мы можем поставить здесь галочку. Теперь после старта системы устройство будет монтироваться на запись автоматически. Для определенных случаев здесь существует задержка подключения на старте. С этим, если вас почему-то не устраивает значение по умолчанию в 15 секунд, вы можете себе поставить другое. Например, если вы вдруг прописали себе старт Яндекса прямо в самом-самом начале, ну, наверное, имеет смысл без задержки, я имею в виду. Имеет смысл здесь уменьшить этот интервал, чтобы как можно быстрее сработало монтирование. Во всех остальных случаях лучше оставить как есть. Кроме того, здесь есть режим USB. USB режим заключается в том, что карта штатная остается как есть. То есть на ней просто лежат штатные карты. А в режиме записи подключается USB флешка внизу. Соответственно, на USB флешку тоже самое. Будет такая же абсолютная идея. Вместо того, чтобы 2 тома было создано, используется USB флешка. Разбивается тоже так же на 2 тома. И используется частично как диск для Яндекса своей второй половиной. Подробнее про разбитие я расскажу чуть попозже. Ну, на примере двух SD сейчас покажу, как Яндекс нам настроить. Мы вот здесь сейчас поставили галочку, выполнили проверку, все хорошо. Теперь пойдем, например, в Tool Commander и посмотрим, что у нас происходит. У нас сейчас существует здесь SD Card 0, это наша внутренняя память. SD Card 1 это карта со штатными картами. Помним, мы ее разбили. Плюс второй том, второй не первый, на первом мы положили штатные карты. Второй том у нас остался пустым, да? Второй том подключается как папка USB 1. Не удивляйте, что он здесь появился. Мы его можем открыть. И здесь в системе появится удлинная папка. Sonata Music автоматически создает папку Яндекс.Нави, чтобы сюда можно было потом подключить карты Яндекса. Если мы откроем SD Card 1, здесь находится штатная карта. Также папка Яндекс.Нави здесь была автоматически создана. Теперь смотрим, как настроить Яндекс. Открою сейчас Яндекс из меню, потому что мы еще не настроили полностью систему на другие кнопки. Сейчас загрузится полностью Яндекс, и мы его настроим. Для этого идем в меню. Сейчас у меня полностью онлайн-режим, никаких карт у меня не скачано. Нажимаем настройка. Настройка была в самом начале. Настройка. Идем в режим, идем в место, которое называется сохраненные данные. Смотрим, карта у меня сейчас 324 килобайта. Это просто онлайн-карта, которая у меня сейчас скачана. Тут же можно выбрать папку для карт. Нам нужно последний выбрать, нам нужно выбрать папку, которую мы будем хранить. И вот здесь внимание, хранить мы будем не как, казалось бы, на USB 1, где они физически будут входиться, а выбирать нам нужно папку SD-карт 1. Вот эту вот. Выбирая ее, мы находим здесь папку Яндекс.Нави. И жмем переместить. Все данные успешно перемещены. Можно сюда теперь скачивать полностью карты. Я сейчас нажму скачивать и подожду, пока сижу в машине. Конечно, скачиваем. Немного страшного. Так, надо помнить, что карты... Почему система выдала мне предупреждение? Карты сначала скачиваются, конечно же, во внутреннюю память. Только потом переносятся самим Яндексом в место локации на SD-карте. Так устроен Яндекс, ничего с этим не поделаешь. Сначала все грузится во внутреннюю память. Поэтому место там, конечно, должно быть. Ладно, избавлюсь Яндексом в мучении с моим интернетом. И на этом, в принципе, у нас все с меню подключения SD. Вспоминаниями еще раз мы поставили галочку, включили автомонтирование и настроили Яндекс. Переходим к следующему меню. Переходим к следующему меню.